Золотые руки просто. Операция прошла такая уникальная, прошла очень быстро. На его счету сотни спасенных жизней. Один из самых уважаемых врачей России, Борис Цветков, хирургом стать не мечтал. Но, видимо, судьба такая. Сегодня он делает уникальные операции, которые навсегда избавляют людей от сахарного диабета. Метод лапароскопический, через несколько дырочек, самый щадящий. Это способно делать всего в нескольких городах России. Довериться золотым рукам доктора Цветкова пациенты приезжают в Самарскую больницу Середавина даже из соседних стран. Это сотни операций в год только по сахарному диабету. А сколько пациентов было за 30 лет работы, не сосчитать. Внимательный к больным Борис Юрьевич все же признается, что если каждого полностью пропускать через себя, долго в профессии не протянешь. Определённая броня есть, но эта броня, она только для того, чтобы себя сохранить для тех же больных. А в основном это, конечно, переживания, это постоянная катастрофа. Каждый день, если у больного что-то плохо, вдруг не так идёт. Если будут рассказывать, что врачи к этому привыкают, то к этому привыкнуть невозможно. Труд Бориса Цветкова получил самую высокую оценку. Ему присвоили звание заслуженного врача России. Наградой заслуженный работник здравоохранения Самарской области отмечена Людмила Ткачук, заведующая отделением врачей общей практики в 6-й поликлинике. Врач общей практики – это специалист 3 в 1, улыбается Людмила Германовна. И диагност, и психолог, и соцработник. А как иначе, если каждый пациент приходит с собственными проблемами и привычками? Влиять надо не только на те симптомы, про которые он рассказывает, а влиять надо на тот образ жизни, который он ведёт. Объяснять ему, почему он неправильный, почему у него возникло это заболевание, потому что он неправильно ходит, ест, спит или ещё что-то делает. Она бывшая моя участковая врач. И когда она ушла на повышение, я прям расстроилась. Но по сей день бегаю к ней, консультируюсь только с ней. Но она от Бога. Три года назад в 6-й поликлинике опробовали новую для России европейскую модель работы. В отделении Людмила Ткачук организовали экспериментальный участок, где пациентов принимает один врач и три медсестры. Его называют комплексным и работает он с 8 до 20 часов вечера. Забронировать талон к узкому специалисту, посмотреть результаты анализов или померить давление – поможет медсестра, не отвлекая врача. Эксперимент признали успешным на федеральном уровне. В этом заслуга и Людмилы Германовны, уверены коллеги. Она у нас передовик, можно сказать, под её руководством, её отделение. Этот участок организован, и он не только организован, и один существует. Дальше у нас продолжилась работа в этом направлении. В этом году у нас уже 7 таких участков. Работать приходится по 10 и 12 часов в день. Но для врача главная награда, когда пациенты идут на поправку. Виктория Шарая, Валерия Макарова, Сергей Баскин. События.